здравствуйте только что было вон она узнаете друзья ее ржулька меня уже не боится иди сюда идите кушать к мише мотанула иди ржуля ржуля уже не боится вот кузян пришел ну кузян не ест сухое ржуля на него рычит вон она иди сюда иди иди сюда кузян боится подходить кузян ты сухой не ешь кушай кушай жулька иди сюда идти сидит под воротами уже большая не видать вам иди сюда иди иди поглажу иди поглажу сейчас я отойду может быть она подойдет дикие они никак их никак их не приучить никак их не пристроить чтобы пристраивать они не должны быть дикими поэтому вы и ах да кузянчик ну раз я уже включилась давайте покажу что мы сделали лёшек установил вода отливы вот сейчас занимается последний там забыл что-то там поправить вот теперь вода у нас сливается в одну точку все очень удобно в плане того что дом теперь сухой полностью и цоколь защищены от мостка еще из крышника по это да лёшек с крыш теперь у нас не капает лёшек уставший вот сейчас я вам покажу здесь видно или нет но там стоят вода отливы от бренда альта профиль сейчас покажу вам то есть там поворот и вода стекает вот сюда вот стоит воронка и воронка с той стороны вот всего два стока красота и поставили вернули назад облицовку цоколя вот так вот сейчас выглядит совсем дом по другому стал смотреться с новой крыши я думаю что будет вообще игрушечка лежек соседом общается вот а здесь пришла очень хорошая мысль сейчас я вам покажу здесь вот труба вытяжка газовая и естественно она мешала монтажу вот этих вода отливов поэтому одна часть с поворота туда я вам уже показала а вторая часть часть крыши вода отведение идет на крышу пристройки вот она видите поворот куда чтобы здесь не делать очередную воронку очередной водосток потом здесь куда это вот все лица здесь же будет тротуарная плитка и как-то не очень хорошо водосток был бы здесь поэтому пришла мысль вывести прямо на крышу позволим угол уклона чтобы вода хорошо стекала мы уже все проверяли из ведра на крышу в эту воронку и все стекает в нужную точку идет вот на крышу и потом идет на крышу сарая короче все очень удачно получилось здесь тоже вы видите что идет у нас обрешетка вернее облицовка ту которую я снимала в мае перед тем как ремонтировать цоколь и делать отмостку вот лежит поставил все на место уже смотрится совершенно по-другому сейчас я пройду покажу вам здесь тоже облицовка все старое восстановили ничего не покупали вообще как было короче все назад вернули конечно лёшек сделал немножко по-своему но все держится все хорошо единственное что купил вот эти вот новые коричневые саморезы они конечно по цвету отличаются потому что профиль выгорела саморезы естественно новые все хорошо все ничего не гуляет и вот она это воронка водостока с этой стороны здесь просто положили кусок водостока вот так он кстати выглядит внутри вот это пластик обошлось это все нам около семнадцати тысяч рублей я имею ввиду водостоки все их составляющие в общем все 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 воронки повороты муфты кронштейны имеется ввиду все около семнадцати тысяч рублей смотрите как выросли абрикосы за год с небольшим в том году я их в мае посадила на свой день рождения и вот они вымахали ну что-то как-то странно люди жалуются перестал абрикос цвести что такое в чем дело непонятно еще друзья одно приобретение вот такой вот зонтик сегодня я получила него на зоне зонтик икея как же без икея здесь есть система анти шторм наверное она заключается в количестве вот этих клиньев здесь их 14 вот но я не смогла проверить как работает анти шторм потому что не было такого ветра сегодня просто его не было по размерам он немножко меньше чем вот тут зонт здесь есть сразу икея как же как же и у икея не может быть все продумано укея все продумано до мелочей здесь есть липучка вот этот хлястик который скрепляет зонт когда он собранном виде вот здесь лежит это тот первый зонт он тоже очень хороший здесь 8 клиньев у икея 14 клиньев 14 клиньев и что мне понравилось здесь очень удобно и здесь есть вот такая кнопочка вот на нее нажимаем и зонтик наклоняется в одну сторону и также наклоняется сейчас у тебя здесь отожму мне нужна вторая рука короче на вот эту кнопочку нажимаем и и он отбрасывается в другую сторону это все металлическое и это удобнее чем в том зонтике там просто поднимается вот такой клапан вверх и поднимается он так скажем усилия нужны он не фиксируется а здесь вот нажали и вот все зафиксировал зафиксировался вот этот наклон не могу вам показать одной рукой но поверьте мне на слово вот эта система более удобно вот эта кнопка просто бомба здесь безо всяких усилий и идет фиксация в общем зонтиков много не бывает как вы понимаете я хочу организовать со временем несколько зон отдыха так скажем здесь зонтик потом зонтик будет возможно в той части двора в общем я купила этот зонтик внимание за 1672 рубля такой же звонки какие я не знаю я сравнивала все и название все шесть чем-то тысяч стоит на зоне я не знаю в чем разница вот сейчас эти зонтики еще есть кому кого заинтересовал данный зонтик можете набрать зонтик садовый зонтик икея и поиска зона вам выдаст здесь тоже кнопка вот сейчас нажму и все закрылась и вот здесь на липучку все это дело можно убрать хорошая ткань в общем красота так что вот такими делами мы занимались вчера с дочерью мы копали картошку лёшик вас приветствую выкопали очень хороший урожай в 12 часов дня нет в ру где-то около часа я начала потом подтянулась дочь и вдвоем все пошло веселее в общем я очень-очень удивлена урожаем сейчас зайдем в сарай я вам покажу его а вот в основном картошка крупная мелкая очень-очень мало посмотрите как чистенько мы сразу вырывали траву потому что вот здесь я все почистила вывезла 5 тачек травы я вам об этом уже говорила а вчера мы копали и прям сразу сюда и ботву сгребали и вырывали траву появилась новая трава соседка валя говорит навела умную камеру на вот эту вот травку вот она и телефон выдал что это какой-то супер американский сорняк короче нам все уже завезли у меня этой травы еще в том году не было вот с этого клочочка картошки где росла картошка я сажала три ведра мы собрали вчера посчитали 24 ведра я думаю что это отличный урожай видите как все все почистили осталось убрать вот эти кучи травы и прокультивировать но не хочу убирать не хочу культивировать попозже чтобы прокультивировать вот здесь кабачки эти я уже не рву это сорву где-то или в пятницу или в субботу и отдам коровки которая дает нам молочком а вот что хочу сказать урожай тыквы тоже очень хороший мы вчера ее кое-как уже на последнем издыхании вот так вот отодвигали тыкву я сажала арбатскую вот она здесь ее очень-очень много здесь прям такие поросята лежат вот может быть буду делиться с соседями кому нужно у кого не было обязательно поделюсь вот она видите какие лежат ну в общем пока еще ее собирать не буду чуть позже вот там еще он щирится смотрю растет там еще не лазила не убирала траву так что вчера мы с дочечкой покопали картошку и на этом все уже чувствуется запах осени чеснок собран лук собран картошка собрана у меня есть еще томатов немножко вчера я закрывала лечо с луком и чесноком но еще есть еще есть немножко томатов завтра хочу закрыть лечо вот кстати уже надо собрать вчера собирала и вот они уже опять тут бурые красные завтра утром я еще соберу но уже томаты на тоже на исходе вот я говорила что мало перца но вот как раз хватит хватит чтобы закрыть лечо величи вот такой хороший перчик прям хороший уже ведро я собрала закрыла что-то там три с половиной килограмма чистого перца уже порезанного очищенного вот из этого расчета я осыпала ну там сахара уксус и все остальное в общем перчик есть вот какой-то больной весь ну все равно жаловаться грех все уродила в этом году и здесь еще перчик есть до сих пор я закрываю друзья огурцы хотя они уже пожухли вот вы видите уже о пожухли вот завтра еще буду собирать огурцы он какой вырос хорошенький на ужин нам с лёшиком и вон вырос короче еще огурчики будут несмотря на то что они желтенькие он лежит кабанчик уже и здесь мелких в общем еще есть так что еще буду закрывать купили еще банок что-то я так подумала вдруг на следующий год не будет огурцов не урожай а у нас все будет вот и здесь посмотрите как хорошо эти вообще даже не желтеют в теплице уже вы видели пожелтели огурцы а здесь еще зелененькие и там их тоже много ой завтра буду собирать вот смотрите какие хорошенькие висят в общем закрою еще вот останется мне еще огурчики лечо закрыт и наверное в этом году все консервации овощей икру кабачковую я в этом году не делала еще прошлогоднюю не съели плиточку немножко я продвинулась но нужно было в общем другими делами заниматься и картошку копать и консервировать но уже уже вот здесь еще пять рядочков и вот этот большой большая площадь большой квадрат будет сделан плитку три ряда я переделывала не понравилось мне вот здесь уже идет подрез плитки и в общем неправильные размеры елюшику сказала нужно было больше подрезать плитку вот здесь вот какие-то там миллиметры все сдвинулась в итоге когда я вышла вот где-то на тот уровень у меня плитка перестали сходиться вот эти маячки и крестики не хватает еще песка придется песок до заказывать вот здесь нужно подсыпать вот я здесь подсыпала то что было но еще и вот там нужно будет подсыпать плитку в этот песок чтобы дальше стелить плитку вот тоже немножко так это продвинулась уже мебель стоит на плиточки посмотрела я у соседки как положено плитка и я еще раз убедилась что нужно делать все сами я была поражена удивлена что люди за это еще брали деньги строители она мне сказал у нее были из дагестана в общем это просто жесть как была положена плитка я говорила что у меня тут твердая троечка но увидев как делают люди берут деньги я поняла что у меня просто плитка положено на 5 с плюсом вот это еще о том почему мы не нанимаем людей что-то делать а делаем все сами так здесь конечно бардак но картошку вы увидите посмотрите какая крупненькая и хочу сказать мелочи мало здесь она будет сохнуть в сарае лежать где-то до ноября до морозов потом ее перебираем там где больная попадается где поеденная естественно убираем отборную кладем в подвал вот так что вот здесь 24 ведерко хорошей картошки средство престиж работает проволочника в земле я видела тьму просто очень много никуда он не ушел от доломитовой муки которую вы мне советовали сыпать я и усыпала проволочник не ушел но картошку как ни странно он не трогал чем он питается там я не знаю но средство престиж которым я обрабатывала перед посадкой картошки действует ни жуков не было и нет погрызанной проволочником картошки так ну ладно вот такое спонтанное видео я хотела снять для вас сюжет там потом думаю да сниму а потом как-то пошло 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 и вот уже говорю с вами двадцать одну минуту ну а на этом буду заканчивать всех обнимаю всех люблю до новых встреч с вами была елена ситникова пока пока